Предотвратить правонарушения, а также повторные преступления среди подростков – одни из приоритетных направлений комиссии по делам несовершеннолетних. Как отметили представители Федеральной службы исполнения наказания, чтобы не дать ребятам вновь ступить на скользкую дорожку, с ними активно работают психологи. Также для подростков стараются организовать досуг, предлагают участвовать в разных праздничных событиях, обучают различным профессиям. В этом правоохранителям помогают департаменты образования и культуры и молодежной политики. Посещение музеев, участие в концертах, праздничных и иных мероприятиях, просмотре фильмов, центром занятости населения, а также при поддержке молодежный центр «Сальмарский» пяти несовершеннолетним осужденным оказанным помощь в трудоустройстве. По итогам 10 месяцев этого года на учете подразделения по делам несовершеннолетних состоят 19 подростков. Причем, как отметили специалисты, фигуранты правонарушений не обязательно из неблагополучных семей. На заседании комиссии рассказали, что часто в преступлениях по статье за распространение запрещенных веществ замешаны подростки из благополучных семей. Виной тому площадки в интернете, которые вербуют несовершеннолетних, обещая крупные суммы в качестве зарплаты за проделанную работу. На следующий год хотелось бы сделать акцент на департаменте образования, чтобы в плане профилактики наркомании среди несовершеннолетних в учреждениях образовательных подростков департаменту больше сделали упор, потому что мы будем сейчас закладывать в планы работы на следующий год тематику, наверное, основного по профилактике наркомании. Подводя итоги работы комиссии в этом году, от участников прозвучали инициативы, среди которых предложение привлекать несовершеннолетних к участию в юноармейском движении. Однако, как отметила глава города Елена Лапушкина, эта инициатива требует доработки, которая может пройти в первом квартале следующего года. Михаил Ермоленко, Григорий Пляшаков. События.